Приветствую, мои дорогие! Сегодня хочу напомнить, что 4 октября Совет Федерации принял четыре территории Украины в состав России. А оказывается, в этот день была очередная годовщина смерти в изгнании на территории Османской империи в городе Бендеры, это Приднестровская республика ныне, Иоанна Мазепы, то есть того самого, который Петр I проклял, а Русская Православная Церковь, она афиматствовала, то есть предала проклятию, отлучила от церкви и предала церковному проклятию. Вот представьте, что во вторник, день смерти Иоанна Мазепы, пришлось на события, когда Украина потеряла четыре территории. Ну, это, на мой взгляд, о многом говорит. Во-первых, то, что этот день пришелся на вторник, а Иоанн Мазепа, он на купюрах украинских, значит, гривны находится. Вообще украинцы в этом смысле оригинальные ребята. Это, вот представьте, у них на купюрах Ярослав Мудрый, там другие святые, канонические святые, действительно заслужившие это, и одновременно Иоанн Мазепа. Вот как это сочетается в этом народе, соединение одних людей с другими в один ряд, как можно ставить героев такого плана. Но самое интересное, что Иоанн Мазепа, скорее всего, был отравлен, есть такое предположение, потому что Российская империя и посол в Османской империи России Петр Толстой, граф, пытались выкупить Иоанна Мазепу, чтобы вернуть его в Россию и там провести над ним суд. И, как сказано, у Петра Толстого было 300 тысяч ефимков, и он предлагал турецкому султану выдать Иоанну Мазепу, русскому царю, и за это даже были приготовлены деньги. Но Османская империя отказалась. И, видимо, посчитав лучшим для себя не ссориться с Россией, просто умертвила Иоанна Мазепу, потому что он умер слишком рано, слишком быстро, подозрительно, я бы даже сказал, только-только сбежав после Полтавской битвы, проигранной шведами, на стороне которой выступил Иоанн Мазепа с запорожскими войсками Сечи. И вот он очень благополучно, очень удачно скончался в Бендерах. Его торжественно перезахоронили в церкви Святого Георгия, в городе Грац. Но в 1962 году церковь была и место захоронения Мазепы уничтожено. То есть место, где он сейчас погребен, неизвестно, и ничего от этого места не осталось. То есть даже после смерти не осталось от этого человека ничего. Многие считают, что он спал жертвой политических интриг, и что анафематствовать его было не надо, что это было сделано по политическим причинам. И я для себя с удивлением узнал, что румынская, польская православная церковь, иерусалимская православная церковь, и в 2018 году константинопольский вселенский патриарх, значит, отказались от анафемы Ивану Мазепе, и они молятся в память о нем, значит, его поминают в дни поминовения его имени, его святого Иоанна Крестителя. Вот это меня, конечно, удивило. Причем тут иерусалимская церковь, вообще не понимаю. То, что румыны и поляки это делают, и Константинополь, мне это понятно. Почему иерусалимская церковь так поступила, не ясно. Тем не менее, из 19 православных церквей, самостоятельных, только 4 считают, что анафемы у Ивана Мазепы нет. Мы же считаем обратно. Очень усердствовал президент в прошлом Украины Ющенко. Он даже приезжал в Россию, встречался с патриархом Алексием II, чтобы наша церковь, русская православная, сняла анафему, церковное проклятие, отлучение от церкви с Ивана Мазепы. Но патриарх Алексий II отказался это сделать. При этом Ющенко ссылался на то, что якобы в 1918 году патриарх Тихон, Милавин, святой наш праведник, якобы снял эту анафему с Ивана Мазепы. На самом деле это не так. Патриарх Тихон только говорил о том, что в будущем, возможно, когда-нибудь решение об анафематствовании Ивана Мазепы будет пересмотрено. Не более того. Еще раз. Во вторник, 4 октября, в 1709 году, по Григорианскому календарю, 4 октября, скончался Иван Мазепа в изгнании, забытый всеми и, скорее всего, отравленный. Значит, интригами врагов его по политическим мотивам. За предательство русского царя, за то, что он клялся на Евангелии, что будет верен русскому царю и выступит с нами против шведов, и вероломно потом предавший Россию и русского царя, он был проклят церковно, предан анафеме и отлучен от церкви. И в этот же день, во вторник, 4 октября, в день его памяти, Совет Федерации присоединил четыре новых территории к России, от Украины. Вот такая история, вот такие аналогии напрашиваются сами собой. Ну, а то, что Украина, этого персонажа, спорного, скажем так, предателя, отлученного от церкви и так далее, на своих купюрах, держит, это, конечно, проблема самой Украины. Вот, что хотел я вам сегодня рассказать, думаю, вам было это интересно. Ставим лайки, подписываемся, распространяем это видео, и до новых встреч. Спасибо.